Дорогие друзья, день добрый. Мы начинаем очередной вебинар портала Приан. Я нахожусь в несколько необычном месте, что, наверное, видно по антуражу, который у меня практически отсутствует. Но жизнь такая, сейчас в разных местах планеты оказываются люди. Тем не менее, я по-прежнему Филипп Березин, главный редактор Приан.ру. И сегодняшняя тема нашего вебинара – гражданство двух стран, где их могут получить граждане, в том числе и Российской Федерации, и Белоруссии, Украины и Казахстана. Мы не первый и, дай бог, не последний раз говорим о гражданстве с нашими экспертами из компании Apex Capital Partners. Единственное, что возможно, возможно, отчасти из программ гражданства нам в ближайшее время придется говорить в прошедшем времени, поскольку программа Черногория, о которой сегодня пойдет речь, вроде как, вроде как, подходит к своему завершению. Но программа Гренады работает, кроме нее, работают тут другие программы. Об этом мы сегодня поговорим с Софьей Силиной, с представителем компании Apex Capital Partners по России и СНГ, и с основателем компании Apex Capital Partners Нуре Катца. Нуре, здравствуйте, Софья, здравствуйте. Итак, как мы сегодня построим вебинар? Сначала мы с Нуре поговорим немного о принципе ситуации, которая сейчас сложилась с программами иммиграционного гражданства. Дальше с Софьей поговорим конкретно о текущих возможностях программ Гренады и Черногории, как они работают, что нужно сделать, чтобы получить гражданство этих стран. Ну и в завершении еще несколько слов, может быть, такой важный, интересный взгляд наших экспертов на ближайшее будущее иммиграционных программ и вообще всего этого сегмента рынка. Итак, Нуре, давайте тогда буквально начнем с вас. Несколько слов. Вы сейчас же находитесь в одном из государств Карибского бассейна. Да, но я нахожусь дома в Антигии, где я живу в последние годы. Отлично. Расскажите нам, пожалуйста, несколько слов. Доброе утро, Актили. А, у вас доброе утро, да. Я сейчас нахожусь совершенно, мы находимся с Нуре, выяснили в совершенно разных часовых поясах. У нас разница 12 часов. Софья, вы примерно посередине между нами в Москве, да? Нуре, несколько слов о текущей ситуации. Именно в первую очередь программ карибских паспортов, потому что их до недавнего времени для всего мира было пять, для России и россиян их сейчас существенно меньше. Планы, прогнозы, ситуация, как она видится вам, тем более, что вы вхожи в самые высокие круги. К сожалению, все, что понятно, это то, что ничего не понятно. И не только по этим программам, а вообще все, что происходит в мире сейчас. По этим программам, к сожалению, как только началась спецоперация на Украине, большой брат решил, что если не дадут русским людям гражданство, второе гражданство, что как-то спецоперация закончится быстрее. Логика лично для меня не очень понятная, но, к сожалению, вот эти маленькие острова, они очень-очень зависимы от Америки. И они зависимы не только по финансовым делам, а вообще еду они получают из Америки. Если Америка скажет не делать, то большинство лидеров этих стран будут слушаться. Один из премьер-министров недавно говорил, что мы не совсем согласны с позицией Америки. У нас идеология немножко другая, но идеологию нельзя кушать. Поэтому они слушали, они делают то, что им говорят. Но если говорить с лидерами этих стран, они хотят открывать программы для русских, они считают, что это немножко расизм, что не пускают русских. Чтобы было ясно, есть пять стран, где дают гражданство за инвестиции на Карибах. И четыре из них официально больше не принимают русских, только гренаду принимают. А что тогда такое, вот хорошо, в чем феномен гренады? Там менее послушный премьер-министр, менее послушные власти или они как-то договорились? То, что другие говорят про них, на самом деле, если задать этот вопрос другим премьер-министрам, и я задавал этот вопрос, то они говорят, что, наверное, из-за того, что есть история о гренаде с Америкой, Америка нападала, она воевала с гренадой в 80-х годах, и они к ним более мягко относятся, они еще, у них есть какое-то ощущение вины. Но я с этим не согласен, я считаю, что то, как угрожает Америка, они ничего не будут делать, даже если все будут принимать русских. На самом деле, это такой маленький вопрос среди всех геополитических проблем в мире. Давать второе гражданство нескольким русским вообще никак не будет меняться никакую ситуацию. И поэтому гренаде на самом деле нужны деньги, и они сейчас очень хорошо зарабатывают на этой программе, они получают очень много заявлений в России. Им это надо, просто премьер-министр решил, что он не будет нарушать никаких санкций, но на санкционных списках, я не знаю, полтора тысячи человек, и в России живут 140 миллионов. Так что это все окей, если действительно мировое сообщество или западный мир против тех, которые санкционны, но хорошо, он может соблюдать с этим правильным. Я думаю, что если говорить, когда они говорят откровенно и неофициально, то все хотят открываться, и поэтому у меня есть маленькая надежда, что они откроют, не знаю, через месяц, через два, через полгода, но есть же желание. Окей. Софья, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Вы вроде как и не отличались. Камеру, микрофончик включайте. Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России СМГ. Давайте теперь в практическую сторону. Ну, Гренада, первый базовый вопрос, действительно ли сейчас граждане, ну, мы говорим сейчас о России, но понятно, что мы не только о России, нас смотрят и из Украины, и из Белоруссии, и из Казахстана. Кстати, я сейчас нахожусь в Казахстане, замечательно, очень нравится. В двух словах, на уровне да-нет, что делают, что дают сейчас, если мы говорим о гражданстве Гренады? Дают гражданство Гренады. Мы делаем на ежедневной, еженедельной основе десятки, обрабатываем файлов, подаем на Гренаду, получаем ответы от банковского комплайенса. Это дополнительная степень проверки, которая образовалась в этом году. Неожиданно для всех, но она есть, поэтому проверки теперь не одна, а их две, и обе они идентично сложны, и это касается сейчас не только русских, а в принципе всех. Вопросов много, нужно быть чистым перед законом, нужно отвечать всем требованиям программы, не быть в санкционных списках, которых сейчас развелось неимоверное количество, не иметь криминала, ярко выраженного на сегодняшний момент, и иметь возможность показать и доказать легальность происхождения средств многими документами, причем документов реально много. По списку документов, кстати, если просто человек, приходящий к нам сегодня, смотрит на перечень документов, он увидит всего лишь несколько позиций в этом списке, которые говорят именно о финансовых документах, но по факту их гораздо больше, потому что на каждый предоставленный документ проверяющая сторона требуют дополнительные раскрывающие бумаги. Окей. Но все работает, все работает, и пугание, что завтра это все прекратится, да, все может прекратиться, но мы живем сегодня, а сегодня программа действует. Я попрошу сразу в чате опубликовать контакты Софи, компания Apex Capital Partners. Давайте несколько слов, вот вы сказали о проверках. Вы сказали, вместо одной проверки появилось две. Правильно ли я понимаю, что это как раз проверки, которые осуществляют специально вот эти нанятые международные компании, которые на этом специализируются, и то, что их две, а не одна, по большому счету, ну, как это влияет на клиента, то есть его о большем количестве вопросов спрашивают, или это двухступенчатая проверка, это просто вопрос времени, затягивания времени? Проверки вообще три, Филипп. Прежде чем подписать с человеком договор, мы проверяем сами, как компания, мы подписываем ее на систему Reuters World Check или аналог ей. Многие финансовые и юридические институты мира пользуются этой системой проверки, она выявляет самые выпиющие вещи, санкционный ли человек, криминал ли и так далее. Дальше первая проверка делается банком, банком Гренады вкупе с регулятором американским. Проверяется именно человек для того, чтобы завести его средства, и мы теперь не принимаем государственные пошлины до окончания этой проверки. Раньше мы просили у людей делать перечисление пошлин сразу, практически с подачей, но сейчас мы подаем файл, и только через месяц-два этот файл проходит все проверки, мы получаем акцепт на нашего аппликанта и просим его перечислить пошлины. Я говорю о трех пошлинах, это due diligence, application и processing fees. Три пошлины необходимы для того, чтобы стартовала проверка due diligence, и в принципе файл ушел уже бы в рассмотрение, в конкретное настоящее рассмотрение, дальше в due deal компанию. И так что компания due deal, она одна. Банковская проверка раньше занимала от дня до недели, это был максимум, но вот сейчас имеем, что имеем, иногда проходит до двух месяцев. Я правильно понимаю, что, ну хорошо, вы в тот момент, когда проверяете вы на первом этапе, ну вы как бы говорите, если нет, что объясняете причину и говорите, ну по тем или иным причинам у вас нет шансов на одобрение. А банк делает примерно то же самое, то есть он говорит, «Ребят, мне деньги не переводите, неважно, как пройдет весь due diligence, может быть, дальше все будет хорошо, но меня уже что-то не устраивает». Я правильно понимаю? Ну конечно, нужно пройти первый этап проверки, если что-то не так с происхождением средств, если нет возможности доказать легальность. Плюс еще есть сейчас такой препон, как деньги наших людей, хранящиеся в большинстве своем в санкционных банках, чего не хочет, не приемлет гренадская сторона, поэтому нужно срочно открывать счета в несанкционных банках, организовывать остатки на этих счетах. То есть это целый процесс и процедура. И да, если банку что-то не понравится, мы не передадим человека дальше, и гренады не примет у него пошлины. И да, мы можем ошибиться на первом этапе проверки, например, у нас нет доступа ко всем санкционным спискам, и банк это может обнаружить. Ваша проверка сколько времени сейчас занимает по факту? Один день. Вы, ну, окей, для проверки банка. Ну, вот вы сказали, что нужен какой-то определенный набор документов, и что звучит он, может быть, не очень масштабно, а по факту он большой. То есть получается ли так, вот можно ли банк переубедить, или его финальное слово это уже все? Это вот норикад, занимается переубеждением банка с утра до вечера. Это зависит, по какому вопросу. Проблема в том, что не только на Гренаде, и вообще на Западе, люди слышат слово санкции и не понимают, что это означает. Это означает ли это, что просто если человек на каком-то санкционном листе, или фирма, что с ними можно делать, или что нельзя? Можно ли просто пить кофе с человеком, или вообще нельзя пить кофе с человеком на санкционном листе, и, кстати, в каждой стране санкции по-разному трактируются и понимают. Многие просто не понимают, они слышат слово санкции и испугаются. Например, есть санкции на банки, они санкционны. Но то, что это означает, это означает, например, ВТБ. В ВТБ можно иметь дело с ВТБ. Во-первых, ничего криминального в том, что гражданин России имеет дело с санкционным банком. Америка и Европа не против этого. Так что то, что у него есть деньги в этом банке... Счет – это не проблема. Это не означает, что он что-то криминальное делает. Естественно, это не криминальное, но... Больше того, санкции, они на использование евро и доллара, не на использование юана. Так что если, например, ВТБ хочет переводить юан, или шекели, или тенге, или что-то другое, то это по санкциям Европы и Америки разрешено. Но банки и люди боятся всего, и слово ВТБ пугает. Но в других странах есть страны, где это не пугает. Есть страны, которые немножко ближе к теме, которые разбираются в нюансах. К сожалению, в Гренаде и на Карибах они не понимают нюансы. Честно говоря, они не знают нюансы этих. И в Америке они понимают нюансы тоже. Просто все, что связано с Россией – это плохо. Так что иногда можно переубеждать, в зависимости от вопроса. Если вопрос, если кто-то, если они не понимают понимание санкций, то иногда можно переубеждать. Но если человек был на санкционном списке, то… Ну понятно, шансов никаких. Давайте, вы знаете, мы откроем нашу презентацию, просто пробежимся по ней. Собственно, мы ее показывали уже не раз и в прошлое время. Я сейчас просто покажу несколько слайдов именно по Гренаде. Вот базовые условия. И вот, Софья, вы сказали, что… Давайте так, начинает человек работу с вашей компанией. Проходит там день-два. Во-первых, что вы от него изначально потребуете? Какие документы, что он должен вам предоставить? Изначально мы ведем с ним диалог. Во-первых, если он решился, то мы попросим у него, не потребуем, конечно, попросим первую страницу заграничного паспорта для той самой предпроверки. Плюс будем выспрашивать у него всю информацию касательно его трудовой деятельности. Будем смотреть на него в открытых источниках, я имею в виду интернет. Будем спрашивать о его родственниках, потому что и родственники санкционные также могут влиять на аппликанта. Если все нормально и мы не видим никаких разночтений, можем идти в процесс, мы будем заключать договор. Договор заключается с Apex Capital Partner, с держателем лицензии на Гренаду. В том числе у меня у нас пять лицензий на все карибские страны. Человек заключает договор, выбирает лицензированного агента в виде Apex Capital Partners, и мы начинаем действовать, выделяя персонального юриста, который помогает человеку собирать пакет документов и доводит его до момента подачи и потом ведет по всей процедуре до самого окончательного момента получения гражданства. Вы сказали, что делать платежи до одобрения банком, ну, по крайней мере, до его разрешения, сейчас вы так не делаете. Что, собственно, за платежи, когда, собственно, наступает уже такое, условно, вхождение в процесс, в том числе и финансовое, серьезно, со стороны? Ну, при подписании договора мы будем просить оплатить 50% за услуги юридического сопровождения, а дальше пойдет сбор документов, и действительно, только после прохождения человеком банковского комплайнса проверки, банк-гренада-мы попросим заплатить государственные пошлины. Это так называемые мелкие пошлины. Дальше пойдет дью-дильженс, основная проверка, и только после завершения ее, это может тянуться до шести месяцев, будет необходимость, появится необходимость заплатить основные платежи. Кстати, нужно тут отметить, что если человек выбирает, а опции на Гренаде 2, если человек выбирает взнос в отельный проект, то девелопер просит вперед оплатить еще 10% от стоимости доли 22 тысячи от 220 тысяч. Это возвратное в случае неуспеха платеж, оплата, но в любом случае это делается до того, как документы поданы. В случае с донейшеном, когда человек выбирает опцию по дару государству, все платежи основные идут только после того, как мы получаем одобрение. Это сейчас может затягиваться до 8 месяцев. А, ну, как раз Анастасия задавала вопрос, да, то есть получили. То есть общая процедура, ну, давайте так, ближе к году, да, после одобрения еще какое-то процедуру. К сожалению, Филипп, да. Мы могли похвастаться еще в прошлом году, что Гренада самая быстрая из всех программ, и за три месяца у нас выходили простые случаи, ну, максимум шесть. Сейчас не рассчитывайте. Вся та информация рекламного характера, которую человек встречает в интернете, она под собой не несет никакой реалии, поэтому рассчитывайте на 8-12 месяцев. Окей. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот все-таки вот основной, основная проверка, вот основной дью-дил, он ведется уже после банковского. Означает ли вот ваши слова, что он самый строгий, и такой самый, такой, ну, придирчивый, называется, что больше всего отказов, если они есть, идет именно на этой стадии. То есть и банк может пропустить, а вот дальше уже начнутся какие-то трудности. И с чем связано вот главный момент, который даже банк может устроить, а вот главная проверка не будет пройдена? Ну, дью-дил, да, действительно, это более глубинная проверка, и мы ведь готовим много очень госформ на каждого из членов семьи, которые отвечают на анкетные вопросы, которые заполняют уйму документов, сдают дактилоскопию, проходят медицину, предоставляют документы о себя. Банковский комплайнс, кстати, затрагивает только главного аппликанта, поэтому все остальные, так что нам нужно подать именно главного аппликанта вперед на этот банковский комплайнс в течение прохождения первой проверки, доготавливать полный пакет документов на всех остальных членов семьи, если это большие семьи, то это очень удобно. Дью-дил более глубинный, он делает с американской, ну, как правило, компанией, огромный дью-дилеженс, который, в свою очередь, нанимает детективные агентства в стране происхождения человека. В нашем с вами случае это в России, или если это в Беларуси, это в Беларуси, в Казахстане и так далее. То есть это люди и компании, которые очень хорошо осведомлены о всех тонкостях нашей жизни внутренней, и от кого не ускользнет никакие тонкости как раз нашего существования здесь. То есть многие клиенты спрашивают нас, но ведь это в Америке, в Канаде, где-то там на другой части земного шара, ведь они ничего не понимают, и не говорят по-русски, и не понимают ничего про реалии нашей жизни. Но вот нет. Они-то, может быть, и не понимают, а те, кого они нанимают, очень даже хорошо понимают. И все базы они открывают, и сравнивают ту информацию, которую мы предоставляем в анкетных данных. Поэтому сокрытие информации, искажение информации, предоставление заведомо ложной информации может повлечь отказ. Окей, значит, давайте еще немножечко в разок по срокам. Значит, первый шаг – это просто ваша проверка. После этого вы уже начинаете выполнять какую-то работу, уже вступаете в некие отношения с клиентом юридическим, то есть вы подписываете некий договор. И после этого в течение недели, вы сказали недели-двух, я правильно услышал, происходит проверка банка со стороны банка? Нет, одного-двух месяцев после подачи документов. Около месяца мы готовим документы с клиентом. Сейчас это быстро все происходит, мы торопим всех, это действительно так, не потому что мы очень хотим какую-то выгоду с нашей стороны поиметь, нет, но просто настолько нестабильная ситуация. Мы хотим быстрее загрузить документы клиентов в систему, чтобы они скорее прошли банковские комплайнсы, перешли уже к дью-дилу, и тогда будь что будет, они пойдут дальше на проверку. Поэтому месяц на подготовку документов, плюс один-два месяца на банковский комплайнс, и дальше мы переваливаемся в дью-дилеженс компанию на основной блок проверки. Знаете, я посмотрю, может быть у нас в презентации была история, связанная сейчас, вот пример про гражданство Черногории, сейчас понятно. Одну секунду, я просто, знаете, что хотел посмотреть. Нет, не было такой уже. Не в этой презентации. Не в этой презентации, но в любом случае тогда вопрос, вот с чем связан, вопрос связанный с теми документами. То есть вы говорите, что вы месяц готовите. Означает ли это, что это какие-то особые документы, которых у человека просто, ну, под рукой нет, что это не просто там банковские счета, история движения средств по ним и так далее? Или это по сути... Ну, во-первых. Да. По сути, это большущий пакет документов, которые должен предоставить особенно главный аппликант. При том, что многие документы, они действительно готовятся неделями. Если не заказывать ускоренную справку несудимости, то в России она готовится месяц. А потом еще апостиль. И если не заказывать срочный апостиль, то это 10 рабочих дней минимум. Потом еще переводы на английский язык и так далее. А если утерян, не дай бог, какой-нибудь из важных документов, например, свидетельство о рождении у рожденного человека в Узбекистане, например, или в какой-то глубинке Российской Федерации, то оттуда нужно получать дубликацию свидетельства о рождении. А еще у нас, Филипп, как на себя посмотрите, больше 80, наверное, процентов наших клиентов сейчас не в России. Поэтому все документы мы должны готовить в удаленном виде. С этим тоже есть масса, но я не скажу, что очень сильно сложностей, потому что мы научились обходить все эти подводные камни и решать эти вопросы. Но в любом случае это процесс, и он не быстрый. Окей. Уточнение. Если первый due diligence не прошел, можно ли подать заявку, исправив пакет документов? Насколько вот эта игра такая туда-сюда, туда-сюда? Или, по большому счету, нет еще? Что думает Нури на этот счет? Еще разница. У нас таких не было еще. Это зависит от проблемой. Если человек находится на списке санкционных людей, то... Понятно. Нет, я имею в виду так. Если есть какое-то недопонимание, например, у нас сегодня у нас недопонимание с банком по поводу одного клиента, то, естественно, надо выяснять ну, правоту ситуации. Но... И могут быть много непонятных ситуаций. Люди в банке в Кренаде смотрят русские банковские документы или там армянские банковские документы. И они могут путаться очень легко. И они путают. Если вот такая проблема, то это одно. Если это что-то... Так или иначе, определенные средства, то есть те, которые не завязаны на оплату просто услуг в вашей компании, некоторые платежи надо вести на Гренаду, то есть на Гренадские банки. Эти платежи сейчас откуда уходят по практике? Возможно ли эти платежи делать из РФ или, как правило, они идут уже, скажем, из каких-то других банков, где у потенциального заявителя открыт счет? Основные платежи должны идти со счета главного аппликанта на Гренаду напрямую. Да, есть много... Из России или не обязательно из России? Нет, не из России. Из России они не уйдут. Поэтому либо у человека есть счет за рубежом, либо ему нужно в течение месяцев, пока идет дью-диллиженс, открывать этот счет. Первичные платежи, наши услуги и первичные пошлины, которые могут проходить через лицензированных агентов, они могут пойти на наш счет, который комфортно может быть оплачен со счета российского гражданина в РФ, только из несанкционного банка, у которого не закрыт свифт. Что произойдет через 8-12 месяцев, мы, к сожалению или к счастью, не можем прогнозировать, живем пока в том самом неведении. Так что давайте, как говорит мой шеф, сидящий здесь, будем решать проблемы по мере их поступления. И вот гоним ли мы сейчас наших клиентов открывать счета за рубежом, как делали это, просили, естественно, не гнали, просили это несколько месяцев назад. Нет, мы так не делаем, потому что очень многие открывали счетов в Турции, в том числе и по нашей инициативе и рекомендации, но Турция прикрыла возможность перевода больших средств с турецких счетов российских граждан, рассматривая, расценивая это как трансферные деньги. Поэтому смысла сегодня озаботиться вот таким решением этого вопроса, отсроченного на год практически, никакого нет. Будем смотреть, что будет через год. Пока все можно. Кстати, по Черногории, если говорить про Черногорию, можно рублями платить, даже из санкционных банков напрямую в Черногорию. Не в каждый банк, но мы уже набили руку и знаем, в какой банк что принимает, поэтому очень комфортно. Вы меня передели ровно на 30 секунд. Переходим. Это идеально. Большое вам спасибо. Нет, все идеально в этом случае. Давайте к Черногории. Черногорская программа. Ровно год назад мы общались с вами. И в общем, обстановка в мире тогда была, как сейчас выясняется, просто идеальной. Никто не мог. Год назад это было просто чудо, ничего страшного не происходило. Но при этом программа Черногории должна была закрыться. И вот 30 декабря, через месяц после нашего годичного с вами общения, черногорцы продлили. Понятно, что сейчас прогнозировать бессмысленно. И тогда тоже, вы тогда говорили, что вроде как должна закрыться. Сейчас по нынешней информации закрывается. Нури, может быть, вы знаете, они не собираются 30 декабря собираться, там, кабинет министров, там, пятница, 30 декабря и еще раз продлевать. Или... Может, сейчас... 30 декабря. Не, ну, то есть, объективно, просто таки, политическая ситуация уже совсем иная. И я предполагаю, что давление сейчас совсем иное. Давление очень сильное. Естественно, мы пытаемся лоббировать тех, кого можно лоббировать. И все стараются. Есть очень большой интерес среди девелоперов, которые только частично могли собирать клиентов. Не хватает у них клиентов, чтобы достроить свои объекты. Там были другие проблемы в течение этого года, которые совсем не связаны с Россией, связаны с внутренней политикой. Поменялось правительство очень долго. Она была... Они называются это техническое правительство. Они ожидают выборы скоро. Так что многие хотят. Мы не очень оптимистично на это смотрим. Очень надеемся. Есть технические моменты, которые мы видим, где они могут продлиться. Премьер-министр объявил в Брусселе Еврокомиссию, стоял в офисах Еврокомиссии и сказал, что он закроет 31 декабря. Это единственное, что официально. например, у нас есть надежда, что будут продлиться. Понятно. Пока понятно, что нет. понятно, что вроде как нет. Окей, хорошо. Софья, тогда вопрос, который я задавал вам наверное на каждом вебинаре подобном. К счастью, мы проводили много и как многим людям помогли в этом вопросе. Ваша помощь оказалась абсолютно для них бесценна. Вот остался месяц. Нужно успеть, но программу гражданства вы сами говорили, Черногорская наверное еще дольше, сколько сейчас уходит на получение паспорта? Год, больше, полтора? 12-14 месяцев. 12-14 месяцев. Это означает, что паспорт в любом случае будет получен в конце 2023 года, дай бог. Что означает в случае Черногории успеть подать заявку в данном случае? Ну, во-первых, не месяц остался, Филипп, а месяц и неделя. Поэтому времени более чем предостаточно. Мы будем принимать людей до 15 декабря. Если смотреть на все это дело как на заканчивающуюся программу, то нам нужно собрать основной пакет документов, нам нужно сделать все переводы на эскрую счета. Если в прошлом году это было два эскрую счета, то сегодня три эскрую счета, два госфонда и один взнос девелоперу, плюс еще пошлины государственные. А сегодня с банковскими переводами, несмотря на бравурное мое заявление про рубли, все не так просто. У нас и рубли возвращаются обратно, и иногда не уходят, хотя, в общем-то, должны. Но, в общем, есть много вопросов, связанных как раз с банковскими перечислениями. Поэтому в запасе нужно иметь не менее 20 дней. То есть пришедший сегодня и до 10 числа человек может спокойно собрать все документы. На самом деле там областили не нужны, как на Гренаде, поэтому все происходит гораздо быстрее. Наши юристы настолько уже профессионально в плане торопливого сбора документов, но качественного замечу, что пусть ни один из наших потенциальных аппликантов не беспокоится, мы его соберем, в лучшем виде отправим в Черногорию, и если чего-то не хватает, потом в январе мы дошлем обязательно эти документы, есть такая возможность досылки. Но главное, чтобы все вот эти платежи и основной пакет был подан. Про платежи чуть позже обязательно еще скажем. Вопрос такой. Вот сейчас получают паспорта за последний месяц-два ваши клиенты получали паспорта черногорские? Каждый день практически, ну, это я, конечно, преувеличила, потому что Черногория никуда не торопится, к сожалению, каждую неделю несколько раз в неделю мы получаем блок решений от государства, и каждую неделю у нас несколько семей приезжают на сдачу биометрических данных пальчиков и получение паспортов. Просто если раньше это все в один день умещалось, то сейчас неделю нужно провести в Подгорице, это самый последний момент. Да, все выдают. Провести в тот момент, в Подгорице надо приезжать в тот момент, когда уже все, когда уже, да. Когда получаешь, да, когда тебя одобрили, прошло еще где-то полтора месяца, выпустили сертификат о гражданстве и пригласили на биометрию. Давайте тогда тоже сначала немножечко все-таки о сроках и о поведении человека сейчас. Значит, сбор документов, в принципиальном отличии от гренады какой-то есть, кроме апостиля, что апостиль не нужен? Поведение человека, мобилизоваться, все силы бросить на сбор документов, заставить своего доверенное лицо или секретаря, или юриста, чтобы он за этого человека, за членов его семьи все собрал, быстро все это мы переведем, отдадим в нотариальное изверение, все подпишем и отправим. Первыми подписываются, кстати, не госформы и не какие-то еще бумаги, а именно доверенности на открытие счетов, эскро-счетов нашим юристам в Черногории. Это самое главное, потому что это тоже процесс, и эти бумаги уезжают в Черногорию первыми. Кстати, если человек и члены его семьи, на самом деле нам нужен только главный аппликант находится за рубежом, то легче всего вообще приехать в Подгорицу и потратить два часа на то, чтобы сходить с нами за руку к нотариусу и подписать все нужные бумаги. Тогда мы минимизируем вот этот процесс пересылки доверенности в Черногорию, что тоже занимает до двух недель. Правильно ли я понимаю, что первый этап, но ваша проверка она примерно такая же, то есть вы тоже в течение двух дней проверяете. А вот следующий момент, вот следующий шаг, который идет. Сбор документов понятно, но... Подписание договора. Подписание договора. Дальше вот то, что уже вы сказали, открытие скроу-счетов, перевод денег туда. Вы не нашли ничего подозрительного, то есть у человека вроде шансы есть. Вы с ним подписываете договор, идет уже ваша юридическая поддержка, помощь ему. он лучше, как вы сказали, сейчас ему съездить в Черногорию. Не сказала, это если он за рубежом из России, вы потеряете сон, передвигаясь в Черногорию. А, понял. Ну, то есть как бы находясь за границей, если вы не в России, или если вы не гражданин России, то... Нет, обязательно не нужно ехать в Черногорию для подписания этих вещей. Окей, после того, как подписали, что дальше? После того, как подписали, идет открытие эскроу счетов, приезжают уже готовые на российской стороне документы человека и членов его семьи, отдаются в перевод на Черногорский, материальные заверения, делаются медстраховки на всех членов семьи. В это время получают... Банк получает все платежи, мы получаем госпошлины, да, и в отличие от программы Гренады, где основной платеж идет только после получения человеком и членами его семьи одобрения, в Черногорском случае все платежи, кроме закрывающего счета на наши услуги, делаются вперед, до подачи. Поэтому вот деньги загружены, доверенности подписаны, эскроу счета открыты с договорами вместе, которые составлены с банком. Документы приехали, на английский переведены, на черногорский переведены, везде заверены, все вместе соединяем и подаем. Получаем бумажку о том, что документы приняты, и если это произойдет до 31 декабря, мы идем дальше и человек дойдет до конца. Окей. Ну, вы сказали, вот, ну, до 10 декабря лучше желательно все эти вопросы уже решить, потому что, вот, 20 дней, вы сказали, вы оставляете именно на перевод вот этих денег, потому что это крайне нестабильная по времени история. На перевод денег, во-первых, после 10 декабря все те, кто придут к нам, уже либо сами будут отправлять курьеров, либо мы будем изыскивать такую возможность на отправку курьеров в Черногорию, потому что доверять Диечелю, который идет через Бахрейн или Дубай, ну, вообще никакого смысла не имеет. Окей. Проблема, если можно, одна проблема, у нас очень ажиотаж по Черногории не только среди русских, а среди вьетнамцев и китайцев и даже американцев. В прошлом году мы в последние два дня нанимали грузовик и пихали грузовик нашими файлами и отвезли в правительство. Это ужасно. Это очень плохо на самом деле. мы не можем так не заработать. Поэтому мы не хотим, как все всегда делают, все оставляют на последний момент, уже последний момент. Нам очень важно избегать ошибок и всяких проблем. Всегда есть всякие проблемы. Мы оставляем все до 10 числа только из-за того, что люди хотят и жалко но это будет ужасно. Чтобы все это поняли, если кому-то это интересно, то надо вчера, не сегодня, вчера. я как раз хочу сейчас показать, вот Наталья задала вопрос про условия программы. В Черногории вариант только один, вы должны инвестировать в недвижимость, причем в специальные проекты. Соответственно, вот сумма на севере и на юге. Несколько слов, Софья, а в какой момент вообще задумываться конкретно о недвижимости? Понятно, что мы, я просто вспоминаю, полтора года назад, когда мы с вами об этом говорили, все крутилось вокруг недвижимости, а чтобы выбрать гражданство, оно, конечно, важно, но оно как-то вот, а сейчас, окей, гражданство, а про объекты мы так и собственно и не говорим. Какой момент хоть как-то выбирать, тыкать пальцем и переводить деньги, вот на этот счет можно несколько слов? Ну, Филипп, да, это все у нас поменялось, причины-следственные связи, они совершенно стали иными, и то, что нужно сейчас, это именно интересно сейчас быстрее получить некий статус, из-за того, что есть стойкие условия программы, мы никак не можем им противоречить, поэтому, да, нужно выбрать из оставшихся проектов на севере комната в отеле стоит 250 тысяч долларов или из оставшегося проекта на юге, который стоит 450 тысяч долларов. К этому добавится 200 тысяч благотворительный взнос госфонд плюс госпошлины в зависимости от количества членов семьи. Мы делаем полную калькуляцию каждому человеку, но в среднем на четверых получается в районе 550 тысяч евро при минимальной инвестиции и 750 тысяч евро при инвестиции в южный апартамент. Чем отличается север от юга? Север – это комната в отельном проекте, находящаяся постоянно в управлении у отельного менеджера, причем жить в ней от девелопера к девелоперу можно от двух до четырех недель, каждый по-своему интерпретирует свои правила. На юге вы можете выбирать и жить, в общем-то, это ваши квадратные метры, ваши апартаменты, можете жить там круглогодично. Север строится вместе с этой программой, там было авторизовано чуть больше десяти девелоперских проектов, причем многие из них уже распроданы полностью, в нескольких осталось по десять комнат, ну, десять плюс, десять минус комнат, там действительно очень хорошо все раскупили, курорт строится, видно, что он будет очень красивым, а природа Черногории реально уникальна. На юге все понятно, море, солнце и песок, там все красиво, и там было всего лишь три авторизованных проекта. Ну, как я помню, некоторые проекты вообще, как бы, в итоге, по-моему, там ни одной продажи не было, из тех, что изначально были, там, по-моему, 16 было и так далее. Было 16, да, два проекта вообще сразу же сошли с дистанции в начале 22-го года и не стали себя продавать в начале 22-го года еще пяток проектов ушли. Ну, да, такое бывает эта жизнь и в течение прошлого года и этого года очень плохо шли одобрения, поэтому те девелоперы, которые просто физически не вынесли такого разрыва между приходом средств и необходимостью строить, так как есть ответственность перед государством в том числе, они просто сошли. Окей, давайте еще один момент, вот из этих сумм, ну, вы назвали цифру, допустим, 550 плюс и 750 плюс, в случае, если, поскольку платежи, большая часть платежей проходит до получения финального одобрения, вдруг одобрения нет, какие платежи можно будет вернуть, какие нельзя будет вернуть? все, все, что вы видите на этом слайде можно вернуть и они возвращаются на счет человека даже в России, ну, в России, если то в рублях, а так на любой счет за рубежом, 250 или 450 и 200 при написании человеком материального заявления о том, что прошу вернуть средства туда-то. Все это быстро и хорошо работает. И, к сожалению, отказы, я вижу этот вопрос, отказы на сегодняшний момент по черногорской программе есть, потому как в прошлом году, когда мы принимали людей под эту программу, не было никаких санкционных списков, не было того, что произошло в феврале, поэтому жизнь совершенно поменялась и многие те люди, которые были поданы из тех компаний санкционных, которые были поданы, они не смогут получить и не получают гражданство черногорской. Я хочу немножко уточнить. На самом деле, были у нас отказы не выросли из-за того, что люди из России. Отказы у нас были, на самом деле, были несколько обоснованные отказы, мы не знали о каких-то вопросах криминальных наших клиентов. Ну, это два кейса. У нас недавно был отказ из-за связи с правительством, человек был связан с правительством в прошлом и из-за этого они могут отказываться. в будущем, они будут, наверное, отказываться тем, если нет криминальности, если вот выступать, то они не отказывают. Но если есть тесная связь с правительством, либо человек работает на... фирма торгует с правительством, у него есть какие-то личные связи с большими чиновниками, или вот такие моменты будут сейчас набор создать. Понятно, понятно. Такой еще момент, вот вы сказали собрать документы, собрать набор, отправить их. При этом часть вопросов, которые могут возникнуть у властей Черногории, они будут задавать их уже после 1 января, и это абсолютно нормально, то есть ничего такого страшного нет, главное успеть податься. А есть какая-то часть вопросов, на которые возможно потребуется ответить до, с тем, что может быть, с чем могут быть связаны первый набор вопросов, мешающий подать документы или такого нет? в Черногории нет никаких первичных вопросов, просто если пакет документов приедет в наш офис в Черногории и наши юристы там чего-то недосчитаются, например, мы здесь пропустили, вдруг какой-то документ не доложили или клиент его не доздал или еще что-нибудь, то нам его нужно быстро предоставить. Все. Нет, от проверяющей стороны мы не получим в этом году никаких вопросов. Окей. Ну что ж, давайте тогда немножечко подведем итог в двух словах еще раз. В чем принципиальное отличие для аппликанта сейчас между Черногорией и Гренадой? Я предполагаю, что значительное число и наших слушателей, тех, кто в принципе заинтересован в программе гражданства, они уже даже не, может и разницы делать не будут, главное какое-то гражданство, иметь возможность легально жить. Но в чем разница принципиальная? Две большие разницы. Первая разница это цена. Черногория в два раза дороже. Вторая, если честно, если просто скажу, вторая разница заключается только в том, что Черногория войдет в Евросоюз в 25-м году и тогда у человека будет гражданство Евросоюза и может быть Парижа или Италии или где хочет и Гренада никогда не войдет в Евросоюз. Только если переместить остров в Евросоюз. Гренада это мультипасс, Черногория это будущее Европы. И если хочется своих детей именно одарить таким будущим, то это, конечно, Черногория. Ну а если хочется многим поколениям вперед подарить мультивизу, то это Гренада. Ну что ж, тогда давайте уже заключительный вопрос. Нуре может быть чуть в большей степени к вам. Вренее так два вопроса. Один Нуре, Софья один Ван. Вот очень много говорят и что программы гражданства и программы ВНЖ вызывают большое недовольство. Причем программа недовольства конкретной страны вызывает недовольство у властей какой угодно страны, кроме той самой. У страны есть программа гражданства, ее власти довольны, что программа есть. А вот другие страны недовольны. На ваш взгляд сейчас все-таки насколько этот рынок инвестиционного гражданства поменяется в ближайшее время? Будут ли какие-то реальные ужесточения? Кипр программу закрыл, причем это было еще до трагедии на Украине. Майта по крайней мере крайне тяжело все. Несколько слов об этом. Как вы видите, тем более, что вы там внутри находитесь? Ну, честно говоря, за последние 30 лет, пока я работаю в этой индустрии, я видел полный разный. Сначала было не было возможности инвестировать получать сразу гражданство, потом была возможность, потом и разные страны играли в этой игре, сначала было все было о Канаде, только про Канаду говорили, это все, что было, потом штат, потом теперь вольно вольные сейчас, которые плавают, заключаются в следующем, Евросоюз не очень доволен, что вообще эти программы существуют, почему это очень длинная история, но это в принципе чиновники Евросоюза не очень любят эти программы, они хотят их поменять, отменять, но с другой стороны, те страны, которые имеют эти программы, они не имеют эти программы из-за хорошей жизни, они это имеют, потому что им это финансирование нужно, поэтому они борются с Евросоюзом. я думаю, что есть два вопроса, вопрос по поводу русских, потом есть общий вопрос, если в общем смотреть на это, я думаю, что больше и больше стран будут создавать похожие программы, но скоро программа гражданства для инвестиций будут иметь определенный момент физического нахождения в стране, не будут давать гражданство просто по почте, они будут заставлять людей, новые страны будут заставлять людей приезжать и жить какое-то время, две недели, три недели, месяц, два месяца, шесть месяцев, они будут сначала видно жительство, с ускоренной возможностью получения гражданства, типа в течение года, не в течение пяти лет, я думаю, что вот так будет дальше и скоро. Окей, Софья, вы ответили на два вопроса, что все граждане СНГ могут податься на паспорт гренады без исключения. Другой, Филипп, момент, что нужно смотреть на законодательство тех стран СНГ, из которых данный заинтересованный человек, потому что у многих стран СНГ есть запрет или ограничение на владение вторыми гражданствами, так что податься могут все. Окей, и да, действительно, насколько я понимаю, ВНЖ в Черногории, ну, по крайней мере, их выдают по-прежнему, по крайней мере, в этом году. выдают, это не так просто, как было, это вообще бесполезно и только для того, чтобы жить в Черногории, еще постоянно его надо продлевать, и гражданство он им не ведет, но, в общем, это сомнительное удовольствие, поэтому можно. Ну, в тех случаях, в нынешние времена цели у людей такие бывают, что, в общем, весьма приземленные. Ну, и тогда давайте ваш финальный рецепт, что, как, когда делаем, вы и в прошлые разы это говорили, но, вы знаете, я с каждым разом убеждаюсь, что это самое ценное. Вот, такой, немножко строгости, ребят, что нужно сделать в случае с подачей на Черногорию и так далее. Проходить к нам в офис вчера, это первое, что надо делать, или сегодня вечером. Давайте контакты офиса сразу опубликуем, да, раз и что. говорите. Софья, Макс, мы на ваш вопрос обязательно ответим, да, сейчас. Второй момент заключается в том, я следующее скажу. У нас много клиентов звонят, нам звонят наши бывшие клиенты, которые получили гражданство до февраля за последние 20-30 лет звонят и они нам говорят, настолько они благодарны, что они подумали об этом раньше. Это самое главное, что я могу сказать. Надо подумать. Мы не знаем, куда идет мир и диверсификация активов очень важная. Те, которые имеют деньги за границей и тут, и там, недвижимость и тут, и там. Есть разные риски везде. жизнь, жизнь это риск. То, чем мы занимаемся, это диверсификация рисков. И все. Если кому-то нужна диверсификация, то надо этим заниматься. Те, которые занимались этим раньше, не жалеют. Окей. Софья, но... Это я охотно верю. Вопрос был от Макса про перевод на английский. Если банк не может вывести документ на английском языке, а там более страниц перевода, если с транзакцией. Значит, нужно переводить на английский язык или брать выписку с того счета, на котором меньше листов. Не тот счет, рассматривайте, который... с которым... Карта там платежная, с которой вы ежедневно заправляетесь, ходите в рестораны, в магазины. Берите с другой, с другой выписку. Я думаю, что тот человек, который задает этот вопрос, с кем-то работает по поводу заявления на гренаду. Ему, наверное, лучше общаться и спросить своего агента, что делать в этом случае. Если он недоволен агентом, то позвонит. Прекрасно. Хорошо. Софья, ну что ж, вы работаете сейчас в авральном режиме до Нового года, ждете, принимаете. Ну, по Черногории просто по той причине, что с большой вероятностью все закончится. Ну, что-то, Филипп, с февраля работаем в авральном режиме. Да, звоните. И в нереальном режиме тоже. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, на самом деле, будем прощаться. Как-то у нас, ну, так уж получается, не получается очень таких, все вроде с чувством юмора, а как-то веселых каких-то у нас разговоров не получается, ну, потому что сейчас получение гражданства, второго гражданства, для многих становится необходимостью, спасительным кругом и так далее. И, в общем, я желаю вам, всем нашим зрителям, в том ключе, как вы спасительный круг свой видите, его получить, всем мира, безусловно. И главное, просто, ну, берегите себя, берегите своих близких, и мы встретимся с вами обязательно еще и до Нового года, и Софья и Нурия, уверен, тоже через какие-то СМИ, в том числе, через Приан, наверняка, вас поздравят, мы это организуем все непременнейшие, но все равно, чтобы было у вас поменьше неприятностей, поменьше бед, если это хоть как-то возможно в текущих непростых, тяжелых условиях. И когда-нибудь все будет хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо. Желательно, чтобы мы были с нами. Скорее. Нурия, спасибо, Софья, спасибо, друзья, до встречи. Текст и видео, безусловно, в ближайшее время в телеграм-канале и на страницах Приана. Спасибо, ребята, до встречи. До свидания.